Меня зовут Дмитрий Первушин. Предпочитаю безотчество. Я все сделаю. Я сторонник того, чтобы лекции носил все-таки неформальный характер. Я, наверное, пришел сюда рассказать вам не столько какие-то новые сведения из науки, хотя смысл доклада в том, чтобы рассказать про РНК, которой занимается моя научная группа, и в частности рассказать немного со результатов моей деятельности научной. Но вот я сейчас сидел и думал, что, наверное, я решил, что я начну свой разговор с того, почему именно я здесь оказался в РНК и вообще как я попал биоинформатику. Вообще я не биолог по образованию, а по образованию математика, что тоже, наверное, в жизни была случайность, потому что, закончив хорошую московскую школу, в принципе, у выпускника хорошей московской школы не очень много вариантов, куда пойти. В основном это были факультеты МГУ, поскольку жил я рядом с МГУ, это было ближайшее для меня место учебы, и я поступил на Мехмат. Но в школе я очень любил химию, и в пионерском лагере, когда я был, такие бывали еще, я прочел книжку Франка Каменецкого отца под названием «Самая главная молекула» или «Ее величество ДНК», как-то она так называлась, и, конечно, меня эта книжка поразила до глубины души, потому что в школе я учился, это были 90-е годы, это раз тогда были первые компьютеры, мы очень увлекались компьютерами, писали коды, на ассемблере даже программировали. И очень интересным откровением для меня была аналогия между устройством файловой системы и трансляцией белка, потому что в примитивных компьютерах файловая система начиналась, там была таблица, называется, файлокейшн-тейбл, и даже есть некая аналогия стоп-кадона у старых компьютеров, что меня совершенно изумило и предопределило мой путь, поэтому на третьем курсе Мехмата я поступил параллельно на химический факультет и закончил его, и стал заниматься молекулярной биологией. Я пущу все подробности, так как я пришел именно к РНК, но, будучи математиком по одуху, я очень увлекался, ну, точнее, я стал искать похожие математические задачи, и оказалось, что для математика в РНК, точнее, в моделировании структуры РНК, таких задач очень много. И сегодня я расскажу вам, у меня в лекции будет две части, наверное, первая будет общеобразовательная, я уже, если честно, даже и сам забыл, что я туда хотел здесь, вот о чем я хотел сказать, но, наверное, просто с разных сторон, осветить вообще, что это такая замечательная молекула, наверное, многие слышали, биологи не слышали, а проходили просто гипотезу мира РНК, это касается происхождения жизни, достаточно таинственный, до сих пор и необъясненный процесс о том, как мы появились, точнее, даже элементарные примитивные организмы могли бы появиться, вообще процесс самообразования, и в математике это называется pattern formation, образование паттернов, это мы не умеем отвечать на такие вопросы пока, что надо сказать прямо. Гипотеза мира РНК говорит нам о том, что предполагает, что первой живой молекулой на этой планете были молекулы рибонуклеиновых кислот, которые, если коротко пересказывать эту гипотезу, они научились самоподдерживаться сначала, а потом они научились синтезировать белки с помощью себя. И после этого была изобретена ДНК как более стабильный способ хранения генетической информации, однако принцип, универсальный принцип самокопирования, принцип комплементарности, и составлял, в общем-то, основу, на которой был построен мир РНК. Здесь, конечно, ключевой является способность самовоспроизводиться. И если как только вы умеете самовоспроизводиться, тут же может запускаться эволюция, и побеждает лучшие тогда, ну или там, может по-разному это понимать. И, наверное, в какой-то момент, ну, во-первых, есть автокаталитические молекулы РНК, их можно даже сейчас получить химическим путем в пробирке, они будут медленно, со скрипом, неохотно, но будут самокопироваться, точнее, будут катализировать свой состный синтез, точнее, синтез своих копий. Но для большей эффективности, наверное, собственно, и был изобретен синтез белка. Ну, в общем, я здесь, наверное, не буду вдаваться в тонкости гипотезы мира РНК. Перед вами есть интернет, если вы очень захотите, вы можете посмотреть. Вообще, там есть что почитать, и это, конечно, интереснейшая тема. Значит, поинт здесь такой, что структура РНК очень важна, и способность молекулы РНК формировать структуру, вторичную, третичную, четвертичную, взаимодействуют разные молекулы, и является ключевым в этом вопросе. Ну, что мы видим сейчас из мира РНК? Мы, собственно, РНК участвует практически во всех, занимает, я бы сказал, ключевые посты во всех молекулярных процессах. Значит, во-первых, это биосинтез белка. Биосинтез белка происходит с матриц матричных РНК. К этим матрицам в рибосомы транспортные РНК доставляют аминокислоты, а рибосомные РНК в рибосоме производят каталис присоединения поликонденсации пептидной цепи. То есть везде, в каждом процессе, на ключевом посту стоит РНК. А в репликации ДНК также критически важна РНК. Если вы знаете, есть ведущая цепь, есть лэггинг-стренд, и во второй цепи у нее есть фрагменты оказаки, есть РНК-праймеры. Вообще, те слова, которые я говорю, все проходили? Да? Хорошо. Значит, я вообще хочу сказать, что вы можете меня прерывать на любую секунду, подняв руку, потому что если вам есть какой-то критический вопрос, то я готов ответить сразу же. Итак, при репликации ДНК всегда есть фрагменты оказаки, которые сделаны из РНК. У эукариот, как вы знаете, поддержанием длины концевой структуры, значит, если ДНК не кольцевая, она имеет концы, и в поддержании этих концов этим занимается фрагмент теломераза, в состав которого входит матрица, состоящая из РНК. Для созревания самой молекулы РНК также у нее есть другие помощники РНК, есть малоядерные РНК, они занимаются сплайсингом, малоядрышковые РНК, это Small Nucleolar RNA, занимаются модификацией других РНК, в частности, либо сомальных РНК. Имеются РНК, которые самосплайсируются, то есть из них вырезаются части под их собственным каталитическим влиянием. Есть масса регуляторных РНК в клетке, включая микро-РНК. Микро-РНК, как вы знаете, занимаются подавлением трансляции. Либо их родственники вызывают деградацию транскрипта, либо МРНК остается ассоциировано с полисомами, но, тем не менее, перестает транслироваться. И не совершенно энигматический класс ПИВИ РНК, который, как считается, подавляет транспазоны. На самом деле, об этом мало кто что понимает. В редактировании РНК, это процесс уже посттранскрипционного изменения первичной последовательности РНК. Как правило, это изменяется аденозин на инозин. Там также участвуют структуры РНК, это все происходит в шпильках. У бактерий, это сейчас совершенно моднейшая тема, это открывает для нас возможность редактирования генома, это система CRISPR, Short-Interspersed Polyndromic Repits, Cas-Associated. Там есть caspase, которая соединяется с гайд-РНА, маленькими гид-молекулами, которые селективно уничтожают ДНК вирусов или каких-то... Ну, в общем, бактерий. Это нужно для борьбы с всякими врагами, а человек может использовать это для редактирования РНК. Также очень модные до сих пор, хотя это довольно противоречивая тема, это длинные некодирующие РНК. Из них есть несколько известных, такие как Экзист, это длинные некодирующие РНК, которые отвечают за конденсацию, за дозу H-компенсии, за компенсацию дозы X-хромосомы. Есть также длинные некодирующие РНК, которые связаны с раком, например, МАЛАТ. Ну и в общем, много в общем жизни. Здесь очень много разной. Вся научная литература, которая взрывным совершенно образом в последнее время увеличивается, количество публикаций. Ну, кстати говоря, не обязательно это приводит к увеличению качества этих публикаций. Но, тем не менее, много-много там есть движухи, как сейчас говорят, в этой области. Ну, я надеюсь, что я вас убедил в том, что РНК это важно. Значит, здесь я решил... Ну, вот здесь... Одно время были популярны такие эксперименты. Это называлось Селекс. Кто-нибудь слышал про Селекс? Да? Да. А эксперименты Селекс, да, это, значит, это как бы идея эволюции. Она воплощена в циклическом эксперименте по отбору. Значит, такие же эксперименты можно делать и находить самореплицирующийся РНК. Вот я здесь привел в пример вам статью. Я не знаю, если хотите, запишите, потом почитайте. Но, в общем, можно построить и заставить РНК самовоспроизводиться. Как я уже сказал, плохо со скрипом, но, тем не менее, можно. Значит, теперь речь пойдет про структуру РНК. Я здесь хотел поговорить про разнообразные. Вообще, всю оставшуюся часть моей лекции, она вся будет так или иначе связана с тем, какие РНК сама по себе это молекула. Но эта молекула может принимать разнообразные формы. Эти формы связаны с тем, какие структуры РНК может образовывать. И биологически в важных примерах этой структуры я сейчас расскажу. Я начну с тех, которые все, наверное, знают. Но вот этот тот самый пример, который меня тоже в свое время очень поразил в молекулярной биологии о том, насколько же бывают противоестественными с человеческой точки зрения и контуинтуитивными механизмы, которые биология и природа изобретают для регуляции. Вот одним из них являются бактериальные терминаторы. Транскрипции, вы знаете, наверняка это классические совершенно истории о том, как структура РНК влияет на транскрипцию. Значит, у бактериальной транскрипции есть хорошо изучен процесс терминации транскрипции. Значит, есть либо РОН независимая, значит, есть такой белок РО, который увеличивает, по-русски как, очень способствует терминации, но есть также РОН независимая терминация. РОН независимый терминатор состоит из шпильки вторичной структуры и следующим за ней поливрединовым трактом. Хорошо изучен процесс РОН независимой терминации, скорее всего, есть в прокариотических транскриптазах участки, которые умеют чувствовать эту шпильку. Эта шпилька может дестабилизировать комплекс, транскрипционный комплекс, а полиуридиновый трак, он помогает синтезированные цепи МРНК отцепиться от ДНК-матрицы, поскольку энергии взаимодействия урединов намного меньше, чем у других нуклеотидов. И таким образом происходит терминация транскрипции. Тут есть разные стадии, и этот процесс, в общем-то, весьма хорошо изучен. Удивительными совершенно являются, удивительными являются те, с точки зрения системной биологии, те процессы, которые при помощи таких структур можно получить. Вот наиболее удивительным для меня является трептофановый оперон. Значит, серия работ, которые я просто читал оригинальные статьи, которые раскрыли секрет трептофанового оперона, они, во-первых, где-то были растянуты лет на 10, потому что люди долго не могли понять, какие там процессы. Оказалось, там и транскрипция, и трансляция, и все на свете, на самом деле, сплетено в один клубок, работает таким образом. Во-первых, есть целый оперон у бактерий, который отвечает за биосинтез трептофана. Значит, как и большинство генов, трептофановый оперон имеет регуляцию. Когда трептофана в клетке много, белков для биосинтеза трептофана производить не нужно. А когда трептофана в клетке делается мало, то нужно включать этот процесс и, собственно, производить, строить такие белки, которые занимаются биосинтезом трептофана. Значит, этот локус устроен таким образом. Видно, если я буду мышку показывать? Наверное, видно, да? Ну, давайте я буду указкой. Значит, этот локус устроен таким образом. Значит, во-первых, есть, во-первых, есть репрессор, который, если связывается с трептофаном, он садится на операторную область в этом регионе. И это один способ регуляции, который не связан со вторичной структурой. Значит, это есть белок TRPR, он является репрессором, связываясь с трептофаном, он может садиться на операторную область и... Слушайте, я, наверное, сейчас могу напутать, я уже забыл, как здесь все работает. А кто знает? Нет, я, конечно, сейчас кокетничаю, ничего не забыл. Я вот только забыл, что именно третий РПЛ делает, но хорошо. Поговорим про аттенюацию. Аттенюация, значит, итак, есть механизм, который, значит, есть белок, который умеет цепляться, который присоединяет рептофан, может слушать репрессором, это классический, совершенно так же работает лактозный оперон, так же работают многие другие классические механизмы регуляции. Что является в нем необычным, это наличие аттенюатора. А наличие аттенюатора нам дает следующее, значит, на самом деле у гена ТРПЛ у него есть следующий регуляторный участок. У него в самом начале гена есть шпилька и за ней следует полиуридиновый тракт. То есть, по идее, если такая МРНК будет производиться, то есть, транскрибироваться, она долго транскрибироваться не будет, она транскрибироваться будет ровно до этого самого момента, потому что то, что мы здесь видим, это транскрибционный терминатор. Однако, не все так просто. Значит, итак, если трептофана много, то все происходит замечательно, происходит в нормальном режиме происходит транскрипция, формируется эта шпилька, и тут же эта транскрипция слетает, потому что мы видим, здесь есть терминатор. Однако, если уровни трептофана, если их мало, то возникает следующая ситуация. Оказывается, что перед этим, что перед этой шпилькой есть область, которая кодирует много трептофанов, это кусок белка, в котором закодированы трептофаны. И если трептофана в клетке мало, то рибосома, которая вместе одновременно с транскрипцией проползает и начинает синтезировать белок, она здесь останавливается. И это приводит к тому, что формируется и по кинетическим причинам формируется не та шпилька, которая должна была там формироваться, когда трептофана много, а формируется альтернативная структура, в которой полиуридиновый тракт отодвигается и аттенюатор не срабатывает. Таким образом, это то, что называется в литературе антитерминация. То есть, из-за того, что рибосома остановилась, эта шпилька, та, которая образует терминатор, не успела сформироваться, сформировалась другая шпилька, и при этом эффективность терминации падает, и транскрипция продолжается, белок ТРПЛ синтезируется и включаются гены сибиосинтеза трептофана. Довольно сложный механизм, который включает в себя кинетические факторы. Это связано со скоростью то, как движется полимераза и то, как движется рибосома по синтезируемой м-РНК. В общем, хитрая природа здесь придумала. Существует масса структурированных РНК, которые называются РНК-переключатели, и у моих коллег еще с 90-х годов, когда только открылся для нас возможность заниматься функциональной геномикой с точки зрения филогении, тут же можно сравнивать последовательности геномов разных организмов, чтобы в них искать РНК-переключатели. Но сначала о том, что это такое. Значит, вот это один из, кстати, примеров из работы Димы Родионова, который поставил, я бы сказал, что нахождение этих РНК-овых структур на нахождение их на поток. Потому что сравнивая последовательности разных организмов, можно находить консервативные области, в частности, в них всегда даже, наверное, даже глазами, натренированный глаз видит всегда консервативные части вторичной структуры РНК. Значит, в частности, здесь представлено выравнивание разных генов, последовательности разных генов, точнее, это регуляторные элементы в 5-4-х области генов метаболизма лизина. В этих генах, точнее, в этих регуляторных областях имеется консервативная структура РНК-оптомер, который связывается с лизином, и связываясь с лизином, он приобретает другую конформацию, конформация стабилизируется, и там это вызывает другие процессы. На самом деле, не только вот этот, многие гены содержат такой регуляторный элемент, принцип его сводится к следующему. Вообще, принципов здесь, на самом деле, у нас не очень много. Дело в том, регуляторных областей у периокалиотических РНК не так много. В принципе, можно регулировать на уровне транскрипции, останавливать транскрипцию, можно останавливать трансляцию. Точнее, не дать запустить трансляцию, аж как не дать запустить... Итак, как остановить транскрипцию? Вот ровно по той же самой схеме, по которой работал аттенюатор в трептофановом опероне. Итак, если лизин есть, он соединяется с петлей химической, то есть, молекула РНК так устроена, что она, в принципе, представляет собой ловушку для лизина. Если лизин есть, эта структура в молекуле РНК стабилизируется, и тут же вас ожидает сразу же терминатор, который есть в РНК, и таким образом этот способ остановить транскрипцию. Если же лизина нет, эта структура нестабильна, и есть, так же, как и у трептофана, есть альтернативная структура, это последовательность комплиментарна не только этой, но также другой, и тогда при взаимодействии этой последовательности с антитерминатором шпилька разрушается, и никакой терминации нет. Значит, это механизм, который работает на уровне транскрипции, механизм на уровне трансляции абсолютно такой же. Если у вас есть, если это не терминатор транскрипции, это может быть секвестр или последовательность, которая блокирует последовательность Шейн-Дальгарна, с которой связывается рибосома. Итак, есть Шейн-Дальгарна секвенс вот здесь, и если лизин есть, то образуется одна шпилька, которая закрывает собой последовательность Шейн-Дальгарна, не дает рибосоме начать трансляцию белка, а если лизина нет, то есть альтернативная структура, которая этот секвестр, она его берет на себя, и тогда открывается свободный сайт связывания рибосомы, и начинается трансляция. Вот. Это то, что касается механизмов, но структура РНК, конечно, это структура молекулы. У меня есть целая группа коллег, которые занимаются изучением структуры РНК, причем не того, что подразумевается под ней обычно. Структура РНК это не только шпильки. Это далеко не только шпильки, это все-таки трехмерная молекула, довольно сложно устроенная. Наличие гидроксила в 2-3-х положении у РНК очень сильно меняет ее и химию, и биологию серьезно. Вас, наверное, учили тому, что есть только Водсон-Криксовские взаимодействия. Это не так. Далеко. У одного нуклеотида РНК есть как минимум три поверхности, которыми он может взаимодействовать с другими нуклеотидами. Это, во-первых, Водсон-Криксовские взаимодействия, те, к которым вы привыкли. У них есть также Хукстайновские взаимодействия. Это немного другой набор водородных связей, но там тоже есть стекинг взаимодействия. А также очень частыми являются взаимодействия между нуклеотидами и сахарофастатскими остатками. То есть взаимодействие с самой цепью это также отдельная статья расхода. На этом слайде я показал, как устроена консервативность в риборегуляторе, рибосвитче или рибопереключателе, как я их называл, метаболизм и тиаминперофосфата. Они в разных организмах. Это уже из растений структуры. И оказывается, что ядро структуры практически неизменно. Красным показаны консервативные нуклеотиды. На самом деле сама остаточная часть структуры может быть совершенно любой. Вот вы видите, что вот здесь есть важные нуклеотиды, вот здесь есть важные нуклеотиды. А проходные цепи могут быть в одном организме одной длины, в другом организме другой длины. И тем не менее важными являются ровно те основания, которые взаимодействуют с той молекулой, для которой этот чувствительным который этот переключатель является. Здесь вообще большинство мировой литературы, если вы хотите этим заниматься, то, конечно, большинство структурщиков работает именно с бактериальными РНК. И здесь эта тема вообще совершенно отдельной лекции относительно структуры РНК. Я считаю, что в литературе и вообще в науке здесь огромное количество misconceptions. Но об этом, наверное, я чуть позже этого коснусь. Я сейчас хотел поговорить о том переходе, который происходит, если перейти от эукариот к эукариотам. Конечно, на роль структуры РНК в процессе на роль структуры в процессинге РНК и эукариот это, конечно, совершенно недооцененная тема. Я, в частности, ею занимаюсь очень давно, пишу статьи и публикую довольно особенную точку зрения по этому поводу. Одна из них подтверждается работой 2007 года. Речь идет о том, что, во-первых, эукариотические РНК подвергаются серьезнейшему процессингу. То, что транскрибируется с ДНК, потом там целая огромная машина. Во-первых, из РНК вырезаются огромные куски, которые называются интронами. Это вы знаете. Это процесс сплайсинга. Сплайсинг бывает происходит по-разному. Он довольно шумный, кстати, процесс, как показывают последние самые исследования. Вот на этом слайде показан механизм, который был предложен для регуляции экспрессии гена THIC у растений. Я не помню, что это за ген, но, по-моему, это какой-то... А, это ген, который отвечает за процессинг TPP. И здесь есть такая вот штука в этом гене. Значит, в премьер РНК этого гена имеется интрон. Вот его 5-3-х сплайсайт, и вот его 3-3-х сплайсайт, а сам по себе интрон содержит сигнал полиаденилирования, отрезания и полиаденилирования. Я, собственно, почему об этом говорю? О том, что в моей работе это встречается довольно часто. Я такое вижу очень часто. Значит, если... Да, за этим интроном, точнее, в его части имеется структура оптомер, в которой может связываться с селективностью TPP. И если TPP есть, то эта структура образуется, образуясь, эта структура подавляет сплайсинг, она блокирует, производится секвестр этого сплайсинга на 3-штрих конце. И интрон, наоборот, извиняюсь, он освобождается этот сплайсайт. Здесь сплайсайт он освобождается, происходит сплайсинг. И, происходя этот сплайсинг, вырезает сигнал полиаденилирования и это дает простите, уже сам забыл опять же, да? Сейчас давайте читать. а значит это дает каким-то образом я уже сейчас простите меня забыл давно не открывал эту презентацию значит каким-то образом вырезание вот этого сигнала полиаденилирования из према РНК дает то, что это МРНК будет нестабильной и это подавляет экспрессию гена THIC в то время как если ТПП отсутствовал оптомер не связывался с этой структурой это приводило к тому что подавляется сплайсинг и интрон который здесь есть он удерживается и так если он удерживается то сигнал полиаденилирования в ДНК в МРНК остается и тогда это полиаденилирование случается ровно в той позиции в которой нужно что приводит к тому что синтезируется стабильная МРНК и это МРНК транслируется и экспрессируется ген THIC вот я то что я здесь набуду здесь на самом деле можно ошибиться всегда на 180 градусов потому что это собственно составляла это эта работа и составляла суть исследования этих двух авторов в 2007 году в Джинсен Девелопмент опубликованная статья там можно ошибиться на 180 градусов потому что неизвестно какой из вариантов является функциональным значит здесь оказывается и в противоположность тому что обычно встречается функциональным является вариант в котором интрон удержан как правило удерживание интронов ни к чему хорошему для МРНК не приводит а здесь наоборот удерживание интрона приводит к тому что формируется функциональная последовательность ну вот дальше я перехожу к рассказу о собственной работе и здесь конечно таких примеров похожих на то что я сейчас рассказал будет достаточно много но сначала немного еще о структурах имеются рибозимы это те такие структуры РНК которые производят химические реакции эти химические реакции бывают самыми разнообразными вот например рибозим вируса гепатита дельта он сам себя модифицирует а есть также автокаталитические интроны которые сами самосплассируются они если им дать пожить самим собой некоторое время особенно добавив тарион и магния то они из себя будут происходит самостоятельно экзотермическая реакция происходит и меняется первичная последовательность они сами из себя вырезают собственные интроны я сейчас вот на этом слайде я хотел рассказать про малоядерные рнк это компоненты сплэсиосомы их существует там приличное количество во-первых сплэсиосом существует несколько штук кроме мажорной гтаг есть еще атси сплэсиосома биосинтез малых ядерных рнк это совершенно отдельный процесс хотя несмотря на то что он происходит с участием тех же полимераз что и биосинтез мрнк там есть там совершенно другой комплекс который отвечает за терминацию там участвуют те же самые экзамы энзимы копирования которые отводят их в цитоплазму потом для созревания но терминация происходит совершенно по-другому у этих молекул терминация транскрипции сама псиасиосома это совершенно грандиозная фабрика исследование вот это хорошее очень ревью кстати советую к прочтению матера иванг описывает оно называется one day in the life of spliceosome один день из жизни сплесосомы и это действительно очень насыщенный трудовой день в этом в этом ревью рассказывается собраны все сведения относительно биохимии процесса сплайсинга процесса это начинается с того что во первых этот процесс происходит котранскрипционно вообще я считаю что нет причин разделять машину транскрипции и машину сплайсинга это одна и та же машина процесса начинается с того во первых во время транскрипции с native RNA снова синтезированный рнк связываются компоненты U1 и U2 вы наверное знаете что это такое U1 это индикатор точнее это целый рибонуклеиновый комплекс рнк и белков которые чувствуют будущие 5 штрихсайты сплайсинга U2 чувствуют будущие 3 штрихсайты сплайсинга они облепляют молекулу которая только что синтезирована каким-то образом и дальше они начинают искать друг другу пару как правило эта пара это следующие друг за другом сочетание U1 и U2 и когда такие пары найдены это называется intron definition процесс и этот комплекс называется pre-splaciosome комплекс или A комплекс сюда приходят еще другие частички U4 U5 и U6 U3 кстати нет потом она оказалась совершенно для другого нужна и очень много факторов в этих молекулярных машинах кроме тех стандартных которые здесь написаны более 250 белков участвуют в сплайсинге в разных клетках в разных сочетаниях они образуют прекаталитический комплекс комплекс B комплекс и наконец включается тратится одна молекула АТФ и он переходит в состояние после которого все уже катится под горку U1 и U4 уходят происходит первый шаг сплайсинга при этом образуется петля затем происходит второй сайт сплайсинга нуклеофильная атака в 5-4 конца и затем уходит вся эта машина сплассированная МРНК продолжает жить своей жизнью а комплекс U1 U2 U5 U6 разбирается ресайклинг происходит его то есть переработка и все машина возвращается в свое исходное состояние невероятно сложный процесс на самом деле и по-настоящему нужно сказать что мы плохо понимаем как все это происходит это надо себе в этом признаться несмотря на колоссальный прогресс в этой области мы тем не менее очень плохо понимаем как происходит сплайсинг и процессинг эвакуриотических РНК это совершенно печально потому что от этого процесса зависит наше здоровье Данил Данил говорил про коммерциализацию научных исследований конечно это во-первых интереснейший фундаментальный вопрос как это происходит но это же связано с тем как раки вообще получаются если вы не там сплассируете значит вы как-то изменяете белок если вы изменяете белок почему вы только считаете что мы знаем очень многие раки вызываются аденоклеотидными полиморфизмами если поменять аминокислоту все белок уже не тот если это важный для ракоген как тонко-супрессор мы тут же приплываем ну и то же самое со сплайсингом огромное количество болезней наследственных и онкологических заболеваний они вызываются ошибками сплайсинга это необычайно важная тема ну я здесь рассказывал про сплайсинг сейчас собственно как сосома работает оказывается узнает она своих клиентов при помощи РНК опять же привет вам из мира РНК оказывается не только синтезом белка но и сплайсингом также заведует РНК главными главными на ключевых должностях здесь здесь работают тоже РНК и ну я не буду вдаваться здесь много очень подробностей важно то что эти РНК умеют менять свою структуру менять свою конформацию и благодаря этому происходят собственно все процессы мой интерес здесь начался в тысяча нет в двухтысяча втором году во-первых так получилось что я был на программе биоинформатики в Америке учился я вообще занимался совершенно другими вещами я занимался системной биологией то есть вообще никаких нуклеотидов у меня там не было но настолько мне попалась задача про структуру РНК я установил себе программу потом я в этих программах стал копаться я читал статьи такого Питера Штадлер а если вам известен такой человек но это для математиков там он хотел всё формализовать очень красивым математическим языком и я там стал копаться 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 и в какой-то момент мы стали искать мишени микро-РНК в интронах мы думали что сплайсингом кроме этих маленьких РНК могут заниматься так же и микро-РНК поэтому мы стали искать мишени микро-РНК в интронах которых мы нашли очень много, ну потому что все всему комплементарно, если хорошенько поискать, то найдется. Потом мы стали ограничивать это на консервативной области, все равно мишеней было очень много, и тогда мы решили посмотреть, а может быть там есть какие-нибудь самые комплементарные участки. И мы нашли совершенно потрясающий набор генов, все из которых оказались действительно реально работающими, и за это спасибо нашей коллеге из Барселоны, с которой мы на некоторое время здесь наладили сотрудничество. Речь идет сейчас про ген человека под названием ГУК, он же Атрофин. И здесь показана на рисунке А из нашей статьи, показана схема, как этот ген сплассируется. Значит, у него несколько есть экзонов, и вот, например, у экзона 9, у него есть альтернативный донорный сайт, а у экзона 10, аннотированным до тех пор, как мы влезли сюда, был только вот этот акцентерный сайт, но мы нашли здесь два вентроне, мы нашли взаимнокомплементарные участки, которые там сидели и ждали, пока мы их найдем. Оказалось, здесь такая история имеет место, что это вообще не человек, извините, это дрозофила, я напутал. Это дрозофила, значит, у нее в вентроне между 9 и 10 экзоном имеются два взаимнокомплементарных участка. И когда эта РНК синтезируется, они между собой взаимодействуют, и сплессинг происходит, как показано здесь, от этого места до этого места. То есть вырезается длинный интрон, что приводит к образованию более короткого продукта. На самом деле, как мы выяснили, здесь есть два продукта, и они экспрессируются приблизительно на одинаковом уровне. Эта история очень часто и также имеет массу медицинских предложений, потому что есть эти так называемые таупатии у человека, целый набор заболеваний, которые связаны с неправильным сплессингом гена тау. Это трансмембранный белок, я не очень точно помню, не буду врать, какая у него функция, но важно то, что у него есть две сплесс-изоформы, которые должны быть экспрессироваться на уровне один к одному. Если это сочетание меняется, возникает неправильный, неправильно собирается белок, и возникают эти амилоиды, что приводит к нейродегенеративным заболеваниям. Там у гена тау ровно такая же ситуация. Во всяком случае, в пробирке, это было в ПЦРе, как минимум, видно, что две изоформы, короткая и длинная. Значит, это будет короткое, если вырезать длинный кусок, а если вырезать маленький кусок, это будет короткая изоформа. Извините, если вырезать маленький кусок, то будет длинная изоформа, да? Они экспрессируются в диком типе приблизительно на одном и том же уровне. Дальше. Если в эти комплементарные области внести мутацию, это классический эксперимент, который делали еще на бактериях. Как установить функциональность вторичной структуры? Нужно сделать мутацию, структуру разрушить. Потом можно сделать компенсаторную мутацию, которая последовательность меняет, а структуру восстанавливает. Ну, собственно, это и есть то же самое, что мы сделали. Значит, у нас вот мы вот в этом, вот в этой регуляторной области, мы в ней поменяли один или несколько нуклеотидов. Вот была такая шпилька, а стала вот такая шпилька, не такая стабильная. И тут же, значит, если вот эту штуку разобрать, тут же освобождается вот такой сайт сплайсинга и начинает синтезироваться в большей степени длинная изоформа. То же самое происходит, если сломать вот эту последовательность, поменять. Но если сделать это одновременно, если поменять в них нуклеотиды одновременно таким образом, что последовательность меняется, а структура остается, то мы возвращаемся к дикому типу. Этот эксперимент показывает, что это именно вторичная структура, именно комплементарность между этими двумя серыми последовательностями. Она важна для регуляции экспрессии этих двух изоформ на одинаковом уровне. Тут есть еще, в принципе, здесь, если думать об этом чисто функционально, то механизмы и регуляции, они все связаны с тем, что вы что-то закрываете. Есть структура, которая закрывает собой какой-то функциональный элемент молекулы. То, с чем что-то должно связывать, чтобы что-то происходило. Если структура есть, она это закрывает, значит, процесса нет. Если структура каким-то образом разрушена, почему-то так получилось, то сайт открывается, начинает все связываться и работать. Здесь показан еще один пример. Это ген, не имеющий названия, и функция его неизвестна. Однако про этот ген мы знаем, что у него есть регуляторные эти два элемента, которые взаимнокомплементарные. И вот этот левый, который более обстримный, он с собой закрывает, подавляет собою сайт сплайсинга, который, в принципе, не нужен. Значит, если они взаимнокомплементарные, то вот этот вот проксимальный сайт не работает, и работает дистальный сайт, и тогда получается короткая изоформа. Если его разрушить, либо здесь, либо если разрушить структуру, то высвобождается более проксимальный сайт, и вы получаете длинную изоформу. И наоборот, если сделать двойного мутанта, поменять последовательность так, что структура восстанавливается, мы возвращаемся к дистальному сайту. Еще более, я, наверное, о нем буду говорить потом, кажется, сейчас я посмотрю, есть у меня этот слайд или нет. Нет, да, наверное, потом буду говорить. Значит, мы нашли таких структур очень много. Значит, это были сейчас дрозофилы, потом коллеги из Института молекулярной биологии имени Энгельгарта в Москве помогли нам провести такой эксперимент на человеческих клеточных линиях. Конечно, у человека гены побольше, нейтроны там подлиннее. Там есть много сложностей, которые возникают с тем, что эволюция. Для того, чтобы мы нашли вот эти структуры, благодаря тому, что они являются, при множественном выравнении последовательностей геномов дрозофил, мы видим консервативные области там, где их, по идее, быть не должно. В интронах. Казалось бы, что в интронах там нет никакого отбора. А тут мы раз посмотрели и увидели консервативные такие острова посередине океана. Значит, они что-то делают, стали мы думать. А если они что-то делают, мы стали проверять их на взаимную комплементарность. Оказалось, что да. Взаимно комплементарный. Такие же последовательности есть, например, в интронах гена SF1. SF1 – это важный очень фактор сплайсинга. Если его покоцать, то все сломается, ничего не будет. Погибнете сразу же. Весь сплайсинг, когда пойдет криво, и начнутся большие неприятности. Между их зонами 9 и 10 этого гена, оказывается, тоже есть такие регуляторные области. И если там произвести точечные мутации, которые разрушают структуру, оказывается, здесь случается вот что. Оказывается, что, чтобы выжить, эта клетка выбирает себе субоптимальную стратегию. Это клеточные линии, во-первых. Значит, у нее нормальный сайт сплайсинга находится здесь. То есть, если комплементарность между ними разрушить, то вот этот нормальный сплайсинг пропадает, начинает удерживаться интрон. А если он удерживается, то в нем возникает преждевременная терминация трансляции, и он уничтожается по НМД, такой транскрипт. Но, тем не менее, часть интронов, часть транскриптов начинает сплассироваться вот сюда. Значит, путем потери семи аминокислот из белковой последовательности мы, тем не менее, продолжаем выживать. Не факт, что весь многоклеточный организм выживет при такой делеции семи аминокислот. Я думаю, что нет. Но, во всяком случае, клеточная линия, в которой мы это делали, оказывается, выживает. Ну, совершенно недавняя публикация, ну, как недавняя, 13-го года, это, по нашим меркам, уже довольно древняя публикация. Хотя, казалось бы, только пять лет прошло. Из замечательной лаборатории Джина Яу, он тогда был в UCSD. Тут история такая. Я не буду показывать всю эту картинку, я просто скажу, что здесь происходит вот на этом примере, если видно, что я показываю. То есть там есть интрон, вот, между двумя черно показанными экзонами, а беленький – это кассетный экзон. И оказывается, что регуляторный элемент этого кассетного экзона, тот энхансер, который регулирует его включение, он чувствительный к белку Arbifox 1, он находится от него на расстоянии аж 10 тысяч нуклеотидов. 10 килобаз, представляете? И как-то он при этом работает. Оказалось, как он работает? Оказалось, что в этом интроне на самом деле есть такая же скрепка, структура, которая подтягивает, которая, это, несмотря на то, что последовательность здесь имеет длину 10 тысяч нуклеотидов, тем не менее экзон и вот этот регуляторный элемент оказываются друг другу рядом, геометрически. Просто потому что вторичная структура этот интрон сдерживает. И оказывается, такой же есть эксперимент. Если эту структуру нарушить, то регуляция включения этого экзона при помощи Arbifox 1, она пропадает. А если ее восстановить, меняв даже последовательность, то все возвращается на свои места. Это моя работа. Ну, вообще, я не стал показывать, мне кажется, я где-то здесь показывал. Или дальше буду показывать, сейчас я посмотрю. Нет, не показал, очень жаль. Это один из самых ярких примеров. Это то, что называется, вот биоинформатик, какая у него радость в жизни. Сидит биоинформатик целыми днями, извините меня, пялится в эти множественные выравнивания. И глядя в множественные выравнивания, уже очень много можно понять. Вот этот торжественный момент, который мы когда-то наблюдали на трозофиле, когда есть два интрона, и там прям вот черным по белому. Как будто они там сидели и ждали, пока мы на них будем смотреть. Там есть два абсолютно консервативных участка, которые консервативны, с точностью до каждого нуклеотита. Там есть пара замен Г, замен, тем не менее, сохраняющих ботсон-криксовские взаимодействия. Не совсем комплементарных, но тем не менее. И, значит, есть два острова в этом океане, которые абсолютно друг к другу взаимно комплементарны. Причем только они. Если выйти за пределы этих островов, тут же кончается одновременно и консервативность, и комплементарность. Но что это может значить? Вот перед нами сейчас ген ДСТ. Значит, ген ДСТ – это дистонин, человеческий ген. Он дифференциально экспрессируется в мозге и в мышце. Функция этого гена не до конца понятна, как у большинства человеческих генов. Он замечателен тем, что он не самый длинный человеческий ген, но самый длинный – это дистрофин, если я не ошибаюсь. А дистонин имеет огромное количество интронов и экзонов. Значит, число его экзонов больше 70. Если я правильно помню, и между экзонами 46 и 53 природа задумала следующее. Там есть целый блок, то есть кластер экзонов, которые либо все одновременно включаются, либо все одновременно исключаются. Эти экзоны кодируют так называемые плектиновые повторы. Я, конечно, не белковый специалист, но, кажется, они отвечают ровно за то, что у этого гена разные функции в мозге и в мышце. Какая-то трансмебранная часть этого гена пропадает в мозге, и это очень важно для мозга. Иначе бы он был не мозгом, а мышцей. И оказывается, что здесь такая же самая ситуация. Между в этом интроне, который вырезается, соединяя их с зоной 46 и 53, там есть два регуляторных элемента, практически консервативных у всех плацентарных млекопитающих. Здесь, конечно, уже она плыла и последовательность немножко начинает плыть, но, тем не менее, ядро ее остается. И мы это экспериментально пока еще не проверили, но, тем не менее, это кажется весьма логичным, то, что эти две последовательности взаимогут спариваться комплементарно. И если это происходит, то выпетливается целиком весь вот этот интрон, и тогда происходит вырезание всего блока этих экзонов. Но с точки зрения, я бы даже сказал, кибернетики, наверное, сложно себе представить. Представьте, как вот природа... Вот если природе нужно регулировать одновременный сплайсинг раз, два, три, четыре, пять, шести экзонов, это что же она будет располагать регуляторные элементы перед каждым, чтобы они все, каждый сплассировались, если что-то там произошло, там какой-то, скажем, фактор экспрессировался. Да нет же, ей, конечно, с точки зрения просто организации этого всего, намного удобнее сделать один элемент, который управляет сразу всем сплайсингом этих экзонов, сразу. И вот мы видим интересный... А, еще очень важный момент состоит в том, что GTATG — это сайт связывания белка RBFOX2, о котором я только что говорил в связи с вот этой статьей. И оказывается, что экспрессии этого белка и одновременный сплайсинг здесь, вырезание этих большого количества экзонов, они происходят одновременно, что наводит на мысль о том, что в этом случае имеется регуляция. То есть мы открыли механизм регуляции. Но вот для математиков здесь, конечно, целое есть раздолье, потому что искать такие структуры... Здесь есть некий философский момент, который надо обязательно его коснуться, потому что строить выравнивание последовательностей, конечно, можно. Очень приятно, например, выравнивать всякие регуляторные абстримные области у бактерий, потому что мы ожидаем, что там, если есть какие-то регуляторные элементы, мы увидим их консервативность. А вот с млекопитающими, в связи с интронами, дело обстоит не так уж и здорово, потому что если мы строим выравнивание последовательностей, это значит, что мы ожидаем в них увидеть функциональные элементы, которые как минимум гомологичны. Но никто нам не сказал, что... Дело в том, что последовательность-то может изменяться и очень сильно уплывать. То есть в комплементарные последовательности, если их функция только в комплементарности, кто нам сказал, что последовательности должны быть похожи? Поэтому здесь возникает такая задача, когда вам нужно искать максимально комплементарные последовательности, задача оптимизации. Она решается в предсказании вторичной структуры РНК. Значит, вам нужно искать максимально комплементарные последовательности, с одной стороны, а с другой стороны, вам нужно искать максимально похожие последовательности, когда вы делаете выравнивание. И это задача, которая очень плохо обусловлена, потому что нельзя, как говорится, быть одновременно умным и красивым. То есть оптимизация по двум признакам... Нет, можно, конечно, я не спорю. Есть порядок оптимизации. Да, но по двум принципам, по двум признакам одновременно оптимизировать это плохо обусловленная задача. И вот мы каким-то образом, поскольку вы не вычислительные люди, я не буду говорить, как именно мы это делали, но это такая, в общем, достаточно, как объяснить, наверное, так, что если бы мы могли сосчитать все, что можно, мы бы, наверное, сосчитали. Но вычислительная сложность этой задачи такова, что мы сосчитать не можем даже в ближайшем будущем. А кроме того, это неприлично. Все-таки мы хомо сапиенс, нам бы надо что-нибудь такое изобрести, а то у нас мозги скучать будут. Вот мы поэтому и занимаемся поиском других алгоритмов. Алгоритмы эти, собственно, что мы ищем у эукариот? Если у прокариот геном труба пониже, дым пожиже, дым пожиже, значит, если у прокариот нас интересовали в основном шпиличные структуры, то уже у эукариот с такими огромными интронами, и, как мы видели, 10 килобас бывает между регуляторными элементами расстояния, это уже предсказание структуры на больших очень масштабах. Именно ровно поэтому эта задача делается нерешаемо и вычислительно. То, что было раньше шпилькой, теперь делается сковородкой. Ну, понятно, по форме. Значит, мы ищем сковородки. Значит, сковородки будем называть пары консервативных комплементарных участков. Это то же самое, что шпильки, просто у них головка произвольной длины, может быть. И тут у нас был некий такой результат, который можно было бы назвать среднюю температуру по больнице, который теми довольно информативен с точки зрения статистики. Значит, можно сделать такой эксперимент. Берем ДНК, скажем, человека. И в этой ДНК можно путем сравнения из ДНК других млекопитающих найти консервативные элементы. Ну, как правило, гены будут консервативные, промоторы будут консервативные, некоторые там транспозоны даже будут консервативные. Хотя нет, конечно. Ну, в общем, будут консервативные элементы. Как правило, их зоны очень хорошо консервативны. Но кроме них, также консервативными оказываются части интронов. Ну, естественно, там могут быть самые разные элементы. Например, если что-то консервативно на уровне ДНК, оно также будет и консервативно в интроне. Дальше, если мы посмотрим в те области, которые являются полностью интронными, то есть у них нет никакого давления отбора на кодирующую последовательность, то там можно выделить такие короткие консервативные области. И дальше между ними можно искать то, какие из них комплементарны друг другу. И при некотором алгоритме поиска, понятно, что есть очень много параметров, есть, но при некотором сочетании этих параметров у нас есть некоторый рабочий набор. Мы видим 15 тысяч сковородок, то есть пар консервативных комплементарных участков, и они распределены очень среди генов человека, они распределены не очень равномерно. Они находятся в 5000 генах. Никто не сказал, что их нет в других генах, просто на данном уровне с данными порогами находятся 15 тысяч. То есть некоторые гены очень любят сковородки, а некоторые не очень. Дальше мы можем сделать такие статистические эксперименты, они очень простые. Значит, берем сковородку и смотрим. А есть какие-то, значит, сковородка из себя представляет математический просто интервал. Кроме того, в генах и у кариот есть другие интервалы, естественно, там живущие. Это, например, энтроны. Мы можем спросить, если мы будем брать сковородку как интервал и какой-нибудь другой интервал, который живет в гене. Как они соотносятся между собой? Живет ли сковородка внутри этого интервала или снаружи этого интервала? Или как она с ним как-то пересекается? Для этого мы можем посчитать количество случаев, когда сковородка живет полностью внутри интрона. Или пересекается с интроном. Или наоборот, интрон живет в сковородке. И это даст нам некоторое количество случаев, когда это происходит. В качестве контроля мы можем взять и какие-нибудь из интервалов случайно подвигать просто. Взять тот же самый ген вместо сковородки, некоторую эффективную область такой же длины, просто смещенную. И померить там все эти показатели. Но это может быть не очень честно, потому что интроны, например, и сковородки не очень равномерно распределены по длине гена. Поэтому здесь нужно какой-то другой контроль придумать. Потому что мало ли то, что происходит в 5-4 в конце, ему не обязательно так же быть на 3-4 в конце. Поэтому можно взять другой контроль. Можно поменять не положение сковородки, а другой ген. Вот у меня есть ген длины, предположим, 50 кбас. И там есть сковородка. Я возьму другой ген, совершенно никак не связанный, и в той же, ну такой же длины, если для определенности. И на том же месте, на котором у первого гена была сковородка, там построить фиктивную. И посмотреть, сколько там будет пересечения. Оказывается, очень интересная картина. Оказывается, что наблюдаемое число, здесь шкала логарифмическая, поэтому разницы гигантские на самом деле. Наблюдаемое количество пересечений случаев, когда сковородка лежит внутри интрона, оно намного больше, чем ожидаемое во всех смыслах. То есть это нам говорит, что это некий общий способ организации жизни, что сковородки любят жить в интронах и помогают, видимо, им сплайсироваться каким-то образом. В то время как снаружи они жить не любят и пересекаться с интронами они тоже не очень любят. Здесь показаны два разных контроля, я не буду выдаваться в подробности. Но смысл в том, что да, есть ассоциация между сковородками и сплайсингом. Сковородки любят жить в интронах. А также сковородки... Здесь можно сделать много разных статистических экспериментов. Можно, например, посмотреть на ручки сковородок, то есть те области, которые комплиментарны, и спросить, а сколько там есть полиморфизмов? Мы же знаем, сколько есть полиморфизмов у человека. Во-первых, оказывается, что ручки сковородок значительно обеднены полиморфизмами, то есть полиморфизм там быть не любят. Это совершенно ясно, потому что если вы там свяжите полиморфизм, то, скорее всего, погибнете, как было в случае СФ-1. А кроме того, интересное влияние в том, что если такие полиморфизмы и происходят, то они не приводят к полному разрушению структуры, они просто понижают энергию взаимодействия. Если их померить, ее можно вычлительно предсказать, оказывается, что те мутации, которые там случаются, они ее не полностью разрушают, но немножечко ее просто ослабляют, эту структуру. Оказывается, что среди этих ручек, среди сковородок, оказывается, очень много предсказательно-функциональных. В том смысле, что с ними очень любят связываться всякие РНК-связывающие белки. Скорее всего, они занимаются там регуляцией. Помните, как в криптофанном опероне, там тоже что-то связывалось с ДНК и с собой закрывало. Здесь, скорее всего, эти области являются регуляторными. В частности, очень важным является, как я уже говорил, наблюденный ранее случай с белком RBFOX2. Есть такое сильное подозрение, что он, собственно, занимается тем, что строит эти самые РНК-мосты. Ну, я не знаю, я вот не люблю эти все слайды с summary и с заключением. Но, в общем, сковородки себя представляют, если их найти вычислительно, взяв выравнение геномов, у них есть много разных интереснейших свойств. Значит, они любят жить внутри интронов, они перекрывают, ручки сковородок перекрываются с неожиданно большим количеством сайтов связывания РНК-связывающих белков. Они, кстати, очень любят, если посмотреть в эти ручки сковородок, то, что комплементарно оказывается, что в них очень много живет потенциальных сайтов сплайсинга. И это говорит нам о том, что сковородки могут подавлять с собой сайты сплайсинга. Ну, и многое из разного другого. Самое интересное, что здесь... Я вот не понимаю, почему у меня этот слайд пропал. Я вот очень давно его ждал. Но он, мне кажется, может быть, он есть у меня. Нет, у меня его нет. Осталось только три слайда. Этот феномен мы наблюдали у дрозофилы. И это совершенно чудесный ген. который был исторически первым, на котором, собственно, мы и решили начать заниматься этой областью. Но, наверное, я расскажу про, собственно, гипотезу. Вы знаете, что регуляция... Вот есть такой механизм для деградации транскриптов с преждевременными стоп-кодонами. Это называется нонсенс-медиатид-дикей. И очень много исследований связано с тем, как... Ну, вообще, если представить себе непрерывный процесс транскрипции, потом еще трансляции, там столько много узких мест, на которых это все может сломаться и не работать. В частности, узкие места именно связаны концептуально с тем, что это непрерывные процессы. Структура белка, например, она связана вообще... Она от всего зависит. Там только дыхни, и уже все будет плохо. То есть мутацию, если внести. А в особенности мутации могут быть такие, которые просто приносят сразу стоп-кодон, и поэтому есть механизм уничтожения таких транскриптов. Они могут быть токсичными. Если у вас, скажем, белок двухдоменный, у вас есть, скажем, ДНК-связывающий домен, какой-нибудь эффекторный домен, если вы ошибочно остановили трансляцию между этими двумя, полученный продукт может быть не только без функции, он еще может быть вредным. Он сядет вам на ДНК и собой заблокирует то, что он должен на функции, а работать не работает. Но почему-то никто не спрашивает, почему такое не случается на уровне транскрипции. Потому что на уровне транскрипции и почему-то машина терминации транскрипции у эукариоции совершенно не изучается в литературе. Я не знаю почему. Вероятно, это не все считают, что это важно. Но это оказывается, как говорили классики, архиважно. Потому что те же самые явления, если вы производите транскрипт, который неполный, и не уничтожаете его, то есть должна быть какая-то в клетке и должна быть какая-то система контроля качества транскриптов, которая следит за тем, что не производится преждевременно оборванных транскриптов. Моя теория стоит о том, что этим занимаются машины сплайсинга. Очень много показывают про сплайсинг. Зачем нужен сплайсинг? Чтобы... Нет такой статьи, которая бы не отжималась со слов, что сплайсинг нужен для того, чтобы увеличить белковое разнообразие. Согласен? Но вряд ли. На самом деле. Зачем еще бывает нужен сплайсинг? Чтобы бороться с транспазонами. Ну да. Вот есть такое ощущение, что в очень многих случаях сплайсинг и связанные с ними структуры РНК нужны для того, чтобы бороться с преждевременным обрывом транскрипции. Дело в том, что сигнал окончания транскрипции у кривот очень вырожденный. Консенсус скажется там UUA, UUU. То есть TTA, TTT. То есть это гектонокулятив. В сессии, сколько их должно быть, таких сигналов в интронах? Очень много. И очень странно, что там транскрипция не останавливается. Почему? Значит, гипотеза такая, что, во-первых, терминация транскрипции UUA и УКОРИОТ полимеразы 2 устроена таким образом, что у вас синтезируется транскрипт, и сам регуляторный элемент находится не на ДНК, он находится на РНК. И на хвосту полимеразы, как вы знаете, в сей терминальном домене у полимеразы сидят разные факторы, которые отвечают за разные процессы НКРНК, в частности, за cleavage stimulation termination factor, и здесь, и этот фактор, он чувствует сигнал именно на РНК, и он первым делом отрезает, это первая реакция, и потом включается реакция полиаденилирования, она в две стадии проходит, там есть короткое полиаденилирование, потом очень длинное полиаденирование. Но факт в том, что полимераза продолжает при этом двигаться, боязь еще, с него уже соскочил, с него уже ушел месседж, уже МРНК, уже произошла здесь. А полимераза продолжает еще идти, пока там не упирается в закрытый хроматин, или как-то там она дальше заканчивает свой процесс. Как ни странно, это очень малоизучено. Во-первых, последние работы показывают особенность секвенирования с Кейдж и Рампач, еще есть такой прекрасный метод, который еще первый интрон позволяет увидеть, показывает, что у этих остатков есть перекопирование. Но смысл сводится к следующему. Если у вас есть внутренний сайт полиаденилирования, который находится просто в интроне, или где-то, и вы отрезались и про полиаденилировались, и если вас ничто не сдерживает с молекулой, вот эта часть уплывает, так сказать, химически выражаясь, они были в одной клетке растворителей, потом эта связь между ними нарушается, и транскрипт оказывается зрелый, готов к экспорту. Но если у вас есть у молекулы вторичная структура, какая-нибудь сковородка там живет, и если сигнал полиаденилирования находится в шпильке этой, в самой сковородке, то даже отрезав и прополиаденилировавшись, вы, тем не менее, эти две части молекулы между собой сохраняют связь. Она как целиковая молекула нефункциональна, но, если происходит сплайсинг при этом, он эту дефектную часть может вырезать и тем самым аннулировать результат преждевременной терминации транскрипции. Может быть, сплайсинг нужен ровно для этого. Этому мы находим очень много свидетельств, потому что, если взять сковородки и посмотреть, сколько в них, если посмотреть на то, сколько в этих сковородках живет сигналов, просто концов, если взять все человеческие транскрипты и посмотреть, сколько попадает в сковородки, оказывается, что внутрь сковородок их попадает намного больше, чем в контроле. И это, собственно, наводит на эти мысли о том, что в этом возможно, а частично функция сплайсинга состоит. Ну да. Вот, собственно, в чем результат? Давайте я, вот это у меня осталось предпоследний, да, последний слайд. Собственно, результат. Я известен миру как преподаватель статистики, поэтому я сейчас постараюсь до вас донести. Кстати, если вы поступите на профессиональную программу в Сколте, то вам придется пройти через меня в какой-то момент. Значит, сделано здесь следующее. Мы сейчас разберемся в том, что вот это за два числа пятьдесят с половиной и тринадцати шесть. Значит, возьмем все человеческие интроны. Ну, наверное, только в белокодирующих генах. Их будет порядка двухсот тысяч. Эти интроны можно разобрать на две кучки. А есть интроны, в которых есть сайты полиодонилирования внутри, но просто они там в конце транскриптов аннотированы и те, в которых нету. Значит, оказывается, что в бэкграунде тринадцати шестьдесятых процентов. Ну, я здесь полностью бэкграунд не... Значит, сейчас я скажу еще раз. Итак, берем все интроны и разбиваем их на два класса. Те, которые содержат полиосайты, и те, которые не содержат. Это с одной стороны. А с другой стороны, их можно разбить на интроны, которые содержат сковородки, и не содержат сковородки. И дальше спрашиваем такой вопрос. Среди интронов, которые не содержат сковородок, какой процент содержится в этой полиодонилировании? Ответ тринадцать процентов. А среди интронов, которые содержат сковородки, какой процент содержат сигналы полиодонилирования? Ответ пятьдесят процентов. Разница тридцать пять процентов. С точки зрения статистики, это убийственная разница. Абсолютно. Все тесты дают вам... Здесь можно даже тесты не проводить. И так, понятно, что это не то, что статистически значимая разница, она еще и то, что называется, она в абсолютной величине колоссальная. Значит, можно сделать еще... Можно спрашивать... Здесь есть два фактора. Это первый фактор наличия сайта полиодонилирования, а другой наличие сковородки. Можно... Оказывается, что не только концы транскриптов, но и начало транскриптов также перепредставлены в интеронах со сковородками. Значит, все три фактора, наличие конца транскрипта, наличие начала транскрипта и наличие сковородки, они между собой положительно взаимосвязаны. Если один фактор есть, то это сильно увеличивает вероятность для другого и для третьего. Тут можно даже все три проанализировать. Я вас не буду грузить этими цифрами, но масштабы колоссальные. И механизм, который отсюда возникает... Значит, откуда в интеронах со сковородками могут взяться начало транскриптов? Ответ. Это, кстати, недавняя была статья про нокдаун U1 SNRNP. Но я сейчас скажу смысл. Значит, все то, что я сейчас рассказал, могло происходить не только в три штрих-конце гена, а также в три штрих, не только в три штрих, но также и в пять штрих-конце гена. Значит, в пять штрих-конце гена всегда очень много альтернативного сплайсинга. Там транскрипция начинается, но вот они там, как-то там... Она может начинаться в разных местах, поэтому сплайсинга там происходит много, чтобы вырезать не то, что нужно. И там, в участнике, там происходит та же самая история. если есть вторичная структура, в которой есть сайт полиаденилирования, то это вырезается и происходит зрелый транскрипт. Но если структуры там нет, вторичной, и есть сайт полиаденилирования и терминации транскрипции, то здесь происходит терминация и полиаденилирование, а дальше этот кусок может перейкипироваться, и вот эта часть может послужить вам первым другим интроном. Это означает следующее, что если вы заглянете в аннотацию генома, вы увидите огромное количество транскриптов с разными началами. У них сплайтинг начинается потом идти вместе, а начало у них очень разное. Причем разнообразие бывает очень, бывает очень, там очень много разнообразия. Казалось бы, машина, это же машина, она же работает, у нее же есть консервативные элементы. Вообще, как машина, она же должна, она не может там ошибиться на 50 нуклеотидов. Если она сидела здесь, она здесь и будет начинать. Возникает вопрос, это так много альтернативных сайтов транскрипции в Укариот? Это же нужно сколько с собой таскать информацию регуляторной, чтобы каждый раз с разной точки начинать транскрипцию. Значит, то, что отсюда вытекает, это следующее, что на самом деле транскрипция всегда начинается задолго до того, что мы видим. Просто происходит преждевременное обрезание и начинается, сразу после этого начинается то, что вы видите, это просто перекопирование. Все гипоизы состоят в том, что альтернативные начало транскрипции это всего лишь результаты перекопирования преждевременно обрезанных интронов. И то, что мы видим так много не только сайтов полиаденилирования, а также и начал транскриптов в сковородках, это ровно по этому. Ну, в общем, такая вот теория претендует, конечно, на общую теорию всего, но это очень трудно здесь поставить эксперимент, особенно полногеномно, поскольку заявка на полный геном, но вот так вот мы и этим и занимаемся. Вообще, конечно, лаборатория занимается многими разными вещами, в частности, конечно же, мы анализируем данные, тонем в этих данных, мы анализируем раковые данные, мы анализируем здоровые ткани человека в больших масштабах. В основном лаборатория занимается сплайсингом, процессингом РНК в целом, НМД у нас есть, проекты по НМД, поиску мотивов, РНК связывающими белками, машинным обучением, применение методов машинного обучения для предсказания сплайсинга, вот такого рода вопросами. Ну и вот заключительный слайд, привет, передай это сообщение, эй, камон, дай мне что-нибудь получше, я могу многое другое делать. Где ты думаешь, мы? Мы в РНК-мире. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ